Время событий на радио 49 параллель. Самые свежие новости и комментарии. Состоялось 5-е заседание Исполнительного комитета Северодонецкого городского совета 7-го созыва. Об этом пишет сайт 06452, ссылаясь на отдел внутренней политики и связи с общественностью Северодонецкого городского совета. В частности, на нем члены исполкома решили обустроить в городе остановки для пригородных и междугородных маршрутов общественного транспорта в районе Центрального рынка и автостанции. Также на заседании был утвержден план работы исполнительных органов Северодонецкого городского совета на первый квартал 2017 года. В Луганской области спасатели продолжают оказывать помощь водителям, которые попали в сложную ситуацию на автодорогах из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает сайт sevdon.net, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области. Так, за прошедшие сутки спасатели семь раз выезжали на помощь водителям. 7 февраля в 15.59 в службу спасения 101 поступило сообщение от патрульной полиции о том, что в рубежном по улице Набережная в районе железнодорожного вокзала нужна помощь в буксировке грузового автомобиля DAF на скользком подъеме. Бойцы 13-й государственной пожарно-спасательной части немедленно отправились на место происшествия и с помощью буксирующего троса и автомобиля с повышенной проходимостью вытащили автомобиль на чистый участок дороги. В тот же вечер лисичанские спасатели выехали на помощь водителю грузового автомобиля Volvo, который из-за гололеда не справился с управлением и съехал в кювет. С помощью троса и специальной техники авто вытащили на чистый участок дороги. Сегодня в Лисичанске объявили флешмоб громада Лисичанска против льда на улицах города. Таким образом, общественники пытаются решить проблему скользких дорог и тротуаров. В объявлении написано «Цель. Своими руками помогаем городу в борьбе со льдом». Методы. Берем мешок песка, добавляем туда несколько пачек соли, выбираем любимый участок дороги, остановки, общественного транспорта, тротуара и посыпаем его посыпным материалом. Освещение результатов флешмоба. Каждый участник делает видео или же фотосъемку процесса борьбы со льдом и выкладывает его в сеть с надписью «Я против льда на улицах Лисичанска». Это были все новости на сегодня, а мы продолжаем следить за событиями региона. Встретимся завтра ровно в полдень на радио 49-я «Параллель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова